Привет, мои крошки! Сегодня тот день Х, когда я еду в Москву. Просто я первый раз собираюсь вот так вот вообще на самолет с ребенком. Хотя нет, ну я собираюсь, но это одно и то же, что в поезд, что в самолет в принципе, да. Но просто из-за этой погоды, что там холоднее говорят и дополнительные вещи. Короче, я вообще себе ничего не взяла. Я три часа собирала только ребенка. У меня огромный-огромный чемодан. У меня еще был маленький, который у меня был маленький. Так, хорошо. И я, дай пожаловать моим девочкам. В общем, я купила побольше чемодана, только в три раза больше, знаете. И он полный, и чисто дитя. Я взяла себе два костюма всего лишь. Так что, если я навстречу приду в обычных вещах, а не нарядная, то, пожалуйста, не это. Не ругайте меня. Вот, сейчас мы едем, все в пыхах вообще. Я не знаю, забыла, не забыла. У меня в голове просто вот такой сумбур полный. Это хорошо, что я еду к подруге, у которой тоже ребенок, и он не намного старше. Так что, если что-то вдруг, она, конечно же, нам поможет. И размер одежды у нас один. То есть, и мне что-то теплое, и ребенку найдется. Это очень хорошо. Вот, все. Вот брат приехал за мной. И везет меня нас в аэропорт. Два часа до вылета осталось. Сейчас мы пройдем регистрацию. Потусим там. Короче, я вообще, если посмотреть на меня со стороны, я вот, кстати, оденусь все и попрошу брата заснять меня. Это просто, я как будто бомжик, знаете, на этом, в далеком путешествии. Просто, если у меня ребенок будет впереди, сзади рюкзак. Снизу вот такой еще рюкзачок у меня. Коляска в руках, чемодан в руках. Это, знаете, улитка. Мини-домик. Мини-домик такой. Ладно, все. Едем. Не ругайся, не ругайся. Хотя я понимаю, на дороге... Очень много плохих, нехороших людей, редисок. Просто все, как будто они за рулем. Что ты думаешь, они делают? Развлекаются? Да, они не парятся. Не смотрят на дорогу вообще. Кстати, девочка одна мне написала, говорит, точно, я твоего брата видела. Он был на Доме-2 в кастинге. Говорит, я не ошибаюсь. Он там какое-то время провел. Вот из первых уст. Было это? Не, не был никогда. Не был никогда. У него желания никогда не было пойти вообще на Кастинг Дома-2. Человек серьезный, работает даже. Какой дом-2? Это же для бездельников. Вот такой вот бомж. Дормально. Слушай, я бы одна не справилась. Конечно, куда ты без меня. Такая мать героиня. Не, я справляюсь. Вот и иди до самого аэропорта. Иди до самого аэропорта вот так. Ближе нет у нас вариантов было встать. Ой, триньдец. Как сзади случится? Блин, как вот так уже? Хорошо. Счастливый, счастливый человек. Главное счастье, да. У нас без сомнения ждут приключения. Мы ведь не любим скучать. Ой. И пасмурным днем, если дождь за окном. Что там за слова? Как странно или как страшно? Как страшно, что можно. Да? Нет, что-то там песня не про страх сто пудов. Коляску ведет куда-то. Потому что у тебя такая коляска. Говно коляска у меня? Зато ли какая яркая. Красивая. Я вечно ведусь... У нас тоже она ее ведет. Я вечно ведусь на красивое что-то. Потому что оно все такое временное. И мне бабла жалко отдавать. Где тут вход? Так, вход, ищем вход. Вот мы уже на вокзальчике. Приблизись. У нас на вокзале вот так вот красиво. Мы хотели присесть вот там, кстати. Может быть, присядем? А может, нет. Но мы уже заказали в другом месте. Мы вот здесь вот сели. О, кошка там вон. Братишка мой. Вот тут вот. С малышом моим спит. То есть не братишка спит, а малыш спит. Я говорю, братишка мой тут с малышом спит. Как будто бы вдвоем спит. Так, мы ждем свою еду. Я пошла, пройдусь. Ждите меня, я вернусь. Вот сидим с братишкой. Большому мужчине нужно много мороженого. Много еды. Нам столько доли, блин. Я даже не знала, сколько там. Должны добавить. Вкусненько. А я латте, как всегда. И вообще у нас через полчаса, через полчаса, да, уже должны как бы быть все на местах. А мы только ждем еду вообще. Ну что это такое? Все, пью латте. Перегнать ее куда-нибудь в понедельник. Вот. Ну спросите, как он вообще, потому что в понедельник. Ну вот мы и в поезде. Я вообще лохматая вся, взъерошенная. Фу, в поезде. В каком поезде? В самолете. Ну все, все выключаю. Все аппараты. Не буду подвергать никому опасности. Увидимся уже в Москве. Да, мои господа, если вы просите, проходите, пожалуйста, мне стоит отдать его. Ты что внимание привлекаешь? Там мужчине плохо. Его увозят. Мы в Москве. Привет, Москва. В общем, сейчас мы ждем получения багажа. Еще не вышло. У нас в самолете произошло ЧП. Там было два странных мужчины. Одному из них было очень плохо. Там вызвали скорую, милицию. Ажиотаж был небольшой. И у нас задержка вот на 40 минут, в общем, произошла. Пока их не высадили. И мы отправились дальше. Сейчас меня будет встречать моя Любочка. Мы получим багаж. И, в общем-то, едем домой. Чуть-чуть надо отдохнуть. Я, блин, памперсы забыла в чемодане. Короче, не выложила в сумку для малого. Так что он беденький у меня. Ну, слава богу, недолго, да? Ну, памперс пора поменять. Мама. Молодая мама. Я же молодая мама. Поэтому могут быть такие казусы. Я неопытная мама. Ну вот. Моя Любочка, моя девочка задерживается. Мы вышли на улицу уже. Москва в этом смысле непредсказуемая, да? Так что она сейчас должна быть уже. А я пока вышла на улицу с малым. Кстати, погода очень хорошая. Я также в маечке. Мне не холодно. Но малыша чуть приодела. Я одела ему джемпер. Да? Шапочку. Не то, что у нас. Так. Звонят? А, это мой любимый. Ай. Ладно. Ждем. Скорее, скорее. Вот она моя звезда. Устречали. Мою сину. Теперь мы взяли его, да? Целовать. А мне. А мне. Красава моя. Все, короче, будем решать вопрос с машиной. И потом увидимся. Все, сели в машинку. Едем. Не знаю, сколько будем ехать. Как там, кстати, с пробками? Что Яндекс показывает? Где масло? Нет пробок в ту сторону-то. Не хочешь. Хоть масло, не хочешь без масла. Красава моя. Передерживаю малыша. А то головка у него падает. Тихо. Мы все едем. Аккуратненько. Не спеша. Все, мы уже дома. Первым делом голодные бабы. Заказали сет. В моем любимом Тануке. Я люблю Тануке. Мне кажется, там очень вкусно. И они продолжают держать сервис на уровне. Так что сейчас мы и будем есть. Так, Марк убежал. Хотела вам показать сына Любашкина. Такой вообще. Вот ему год и четыре. Такой умный. Представляете? Прям гладит ребенка. Понимает, что ребенок вообще ничего. Ну, как бы даже не страшно вот оставлять с ним вдвоем. Что он может там лупануть или еще что-то. Обычно дети просто в этом возрасте не понимают еще, что ребенок. Они могут погладить и потом ударить. А он нет. Он понимает все. Мама. Кто там? Нет? Не идет? Вредничает. Ну ладно, потом покажу. А нам приятного аппетита. Вам тоже. Сына где суши не взяли, а палочки взял. Да, палочки взял. Палочки взял. У него очень хорошее расположение. Прямо он... Марка? Да. Он начал песни петь. Да? Ля-ля-ля. Ну а что? Ну вот так прям акробатически. Вы будете? Берите. Все, вкусно? Сон не хочет садиться на колесу. Редкие моменты, когда Марк сидит на руках у Любы. И ест суши. Вы посмотрите. Марк, вкусно? Нет, сразу-сразу глянь, срезает. Не сидит на руках. Самостоятельный пацан. Что сделать? Хочу ходить. Марку, вкусное суши? Вкусно? Мне это не нравится? Вот так вот. Нравится. А Деня закрывает, тут и открывает. Марку. Да. Вот оно. А-а-а. Сон. Кто? С мамой. Все, все, все. Я что, она метал? Ты что, Дулю показываешь? Дулю показываешь, глянь. Говори. Да-да, что? Скажи привет всем. Привет всем, скажи. Сына. Ему интересно, да, нажать? Пока, говори. Всем пока. Пока. Маши ручкой. Марку ситом. А то пошел. Наши пацаны играют. Пока нас не замечают. И камеры тоже. Это редкий момент. В общем, они подружились, я скажу вам. Короче, у нас тут тусня. Иди. Так, чистые, простые. Спасибо. Ты куда полез? Ля, под кровать, под кровать полез. Деня, Деня, вылазь. Маркус, смотри, куда Деня полез. Ты иди, ты иди Деню с вами. Подожди, сына. Смотри. Сына, смотри. Так, там ничего нет мелкого. Ой, тихо. О, 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 о. Все. Мама, мама, мама. У нас балаган. Смотри. Деня, смотри. Деня. 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 Нет, голову аккуратно. Смотри. Ляля там. День, как тебе под кроватью? У нас не полазишь так там, да? Так, игрушки какие-то. И все под кровать. Так, хозяин дома. Хозяин дома, ну разберись там что. Так. Так. Айфон 7. Так, что ты с ним хочешь сделать? Это очень дорогой телефон. Береги его. Береги. Аккуратно. Скажи алло. Алло по телефону. Скажи. Алло. Это не пульт. Нет, это не пульт. Так не работает. А дай я посмотрю. Дашь я посмотрю? Ну дай. Ну дай я посмотрю. Любаш, ты не боишься вот так вот? Ребенку есть. Телефон давай. А он уже его и так сломал. И так сломал. Все, уже не страшно. Ну ладно. В общем, день новый. Нет, только не в лужу, пожалуйста. Умоляю тебя. Умоляю тебя не в лужу. Да, я. Маркус. Мы решили выехать рядом, тут недалеко от дома, в авиапарк. Вот, вызвали такси. Маркус. И вот мы собираемся вообще. Это, короче, сейчас я приеду, расскажу вам, как я провела новый день уже с утра и вечер, потому что просто не было времени даже взять камеру. Так, все, мы укладываемся. Мы приехали в авиапарк. Любка, Любка вечно на улыбке. Авиапарк. Вот, все, сейчас пойдем вниз, зайдем по детским магазинам, пройдемся. А как присядем, что-нибудь, я с вами поболтаю. Мы голодные, еще надо покушать, да? Да. Моя красотка. Валя. Когда мой малыш подрастет, мы попадем в этот рай для детей. Тут в Москве, кстати, просто нереальные такие штуки. Я бы сама в них полазила бы. Даже я в своем возрасте залезла бы и полазила. Да, Дэн? А сейчас мы идем... Ой, мы поели. Сейчас мы идем. Марку. На машинке катается. Сейчас посмотрим. Порулил, порулил, пацан. Чувствую, нас тоже это ждет скоро. Кстати, хотела сказать же, как мы время провели. Вчера просто супер хаос. Сына, не вставай с коляски. Встает во всю. Вчера был просто супер хаос. Ой, какая космическая машинка. Интересно. Иди садись к нему. Что для детей только, они под мои губы прям. Короче, вчера был супер мега день просто. Мы заказали суши домой, поели, все. Дети играют, пищают, кричат, орут. Естественно, мы их уложили только, и слава богу, они легли вместе спать. Но Марк встает в 8 часов, представляете? А мы в 11. Соответственно, малой не спит, пока Марк не спит. Марк точно так же не спит. Боится, да? Марк точно так же не спит, пока Денька не уснет. В общем, мы их уложили. Я сама начала работать, монтировать видео, там все дела, туда-сюда. Легла спать в 3 часа, начало четвертое, как всегда. Просыпаемся в 8 часов. Вы представляете, сколько я не привыкла столько. Но одна радость, что они встали одновременно в 8 часов, и ровно в 12 мы их уложили спать вдвоем. И поспали 4 часа. Ну и мы, естественно, с Любашкой вместе, потому что она тоже не высыпается, как и я. Вот. И сейчас мы приехали в торговый центр, сейчас покушали. Ну, вроде бы все в норму приходит, сейчас она привыкнет просто. Кто тут нас катает? Марк? Марк очень любит колесики, катает колеса. Все, сейчас мы по магазинкам, что-нибудь малым купим, что-нибудь себе купим, посмотрим. Люб, садись, прокачу. Садись, прокачу. Садись. Марк боится, очень боится. Сина! Марко, ты что, боишься машинку? Ты что, машинку боишься? Денька, Марк боится, а ты нет. Сина! Теловая колбаса! Тихо, тихо, тихо! А вы представляете, что у Селены двое детей? Смотришь, я смотрю? Да. Я вот вижу красоту и все вам показываю, снимаю. Кра-кра-кра-краст? Класс вообще. Мне очень нравится. Я не знаю, что это. Это какой-то кафе здесь. Монстр кафе. Он очень яркий, красивый. Да, я так и поняла, что в авиапарке это вот этот бассейн огромный. Смотрите. Где бассейн? Это аквариум. Ну, аквариум, я имела в виду. Спасибо, Гриб. Но это ж я. Вот. Огромный... Спасибо. Огромный, короче, этот аквариум. Пойдем. Пойдем к аквариуму. Подъедем. Вообще, короче, очень красивый, красивый торговый центр. Мы еще подойдем поближе, я поближе вам покажу. А сколько здесь этажей? Раз, два, три, четыре этажа. Охренеть. Класс. Обмен колясками произошел. У нас темненькая, а вон они... Ой, уехали. Куда уехали на наши коляске? Хочу показать же. Марка ее катает, прям не может. Поэтому у нас обмен. Что? Ой, прелесть какая. Да. Зашли в H&M, нам тут рекомендовали носочки, ну и заодно посмотрим, что для детей тут есть. Марку нравится новая коляска, ему надоела своя коляска, а у меня такая цветная, яркая. В общем, зашли в Starbucks, были в H&M, взяла я там носочки беленькие. Будем проверять, как там. Там, кстати, была акция 2 плюс 1, и нам еще дали носки. То есть купила 6 пар носков беленьких. А одни беленькие, другие серенькие. Покупила джинсики ему, потому что джинсики, мне кажется, более практичные, чем просто штаники, на которых все прилипает. И тоже они могут кашлатиться. В общем, я купила джинсики светленькие, легенькие ему. Они еще такие подкатываются, прикольно смотрятся. А если подрос немножко, то откатить их. И пола белая купила. С кантовкой такая же, как на джинсах. Короче, он модный такой. Я в Инстаграм пост пост выставить, так что в Инстаграм. Я вас там жду. Вот. Конечно, у Любашки Малой уже ходит везде, ему нравится. Мой еще сидит в коляске, конечно, вымедливается, встает, но сидит. И в итоге Любашка уже устала. Ну, мы зашли вот кофе попить сейчас. Попьем и решим, что будем делать дальше. Да? И счастья нам. В общем, сниму поближе, как обещала. Вот такой вот аквариум огромный, просто огромный. Я не знаю, как вам показать, какого он размера. И вот. Он идет на протяжении вообще всех-всех-всех. И там рыбки такие огромные, красивые. Да, Селена называет бассейном. Не аквариум, а бассейн. Говорит, Люба, пойдем, говорит, бассейн. Я говорю, куда в бассейн? Я не знаю, почему. В Зарговом центре. Да я не знаю, это же, я, то это, ревлон. Да, есть такая ревлон фирма? Что? Косметики. Ревлон. Я называю риволи, да, ревлон называю риволи. Я, по крайней мере, сделала себе ресничьи, я говорю, сделала брови. То есть у меня вообще волны идут, нестыковочка. Аквариум у меня в бассейне. Все нормально, девчонки в курсе, да? Они меня любят такой, дурной. Все, бежим. Пока я уж тут решила поделиться, решила взять для солярия вот такой вот, типа сразу бы загоревшая. Не знаю. И вот смотрите, что новое что-то вышло. Я еще не видела у нас шампунь-тоник, тоника, оттеночный шампунь. Кто пробовал уже, расскажи, это интересно. Короче, много тут что-то интересненького, что я не видела у нас. А, представляете, это оранжевый цвет. Это розовый. Так интересно. Вон голубой. Зеленый есть еще. Фиолетовый. Кто пробовал, расскажите, расскажите. Как смывается, как что. Ну, вы поняли. Все, все нюансы. В общем, мы ждем такси. Мы устали, как собаки. Я уже говорила, у Любки постарший парень. И, короче, это невозможно ходить с ним по магазинам. Я думаю, что я... Я не знаю, как я буду... Буду брать Кристину с собой, Лену обязательно, маму. Хотя мама вряд ли будет ходить, но... Кристина, Лена, в помощь мне. Вот. Короче, она замушилась. Мне кажется, ты скинула килограмм пять. За эту... За эту поездочку. Да. Короче, я не знаю, как мамочки справляются сами, без помощи чьей-то. Нас только это все ждет. Мы еще более-менее в колясочке сидим. А тут вообще погоня. Погоня, погоня, погоня. Вот. На улице, на самом деле, не очень холодно. Но у меня болит горло. Я уже говорила, я вот простыла чуть-чуть. Набрала сейчас себе таблеточек кучу. Набрали, в общем, в H&M классных шмоток, пока что. Дома, может быть, покажу. И что еще? Чего, зайка? А ну не вылазь. Короче, скорее бы приехала такси, мы устали. Сегодня день... Какой день у нас? Третий день. Я уже вчера сделала пост ночью о том, что у нас будет встреча завтра, во вторник, 30-го числа. Вот. Ну, я знаю, что людей придет немного. Я так и думала, в принципе. Ну, даже если придет 2-3 человека, очень классно. Пофоткаемся, пообщаемся в кругу тесной компании. Вот. Вся в предвкушении. Не знаю, как что пройдет. Сегодня я такая еще вся в разгроме. Я еще немножко простываю, лечусь. Вот горлышко болит. Продуло меня. И в самолете продуло. Хорошо, что Денька еще держится. И не болеет. Вот нам Деньке болеть точно не нужно. Я еще, ладно, перетерплю. Вот. И все. Буду приводить себя в порядок уже сегодня. И готовиться к встрече с вами, мои девочки. Вот. Ну, все. Эх! Сейчас мы ложимся спать. И потом... Вот одновременно ложимся спать. Опять в 8 утра встали. Когда бы я еще дома так вставала. И что, и что, и что? Денечка, хватайся сюда. Поднимайся. В общем... Что мы, что мы, что мы? Что я говорила там? Я забыла. А, сейчас ляжем спать. Малыш уснет. Я помою голову, посушусь. Лягу с ним, посплю на пару часов. Вот. Вечером у нас планы. Поедем к друзьям. Погуляем еще. Погода хорошая на улице. Вот. Ну, а завтра по тому же графику и после сна в Европейский торговый центр. На первом этаже будем встречаться. Знаете что, мои крошки, давайте, чтобы не перегружать видео, влог. Мы закончим на сегодня, да? И я его смонтирую. И новый влог завтра с подписчиками встречу я сниму отдельно. Вот. Потому что тоже, я думаю, будет много событий еще. И... Чего вам длинные видео смотреть? Покороче же лучше. Вот. Так что давайте я с вами прощаюсь. Люблю вас. Целую. Кстати, мама сегодня писала мне и спрашивала, что там за ураганы в Москве. Я вам скажу, что я на улицу посмотрела, был дождик, вроде ветер, но вечерком мы выходили с маленьким в магазин и была погода хорошая. Так что я не застала ничего. Но, может быть, завтра день мы выйдем в город. Мама говорит, что до второго числа там будут какие-то у нас погоды здесь в Москве. Но пока я ничего не увидела и надеюсь, что нас это все обойдет стороной. Все. Люблю вас. Пока. Пока. Ведь это трек, детка, только special for you. Ты думала, я читаю, но я еще и пою. И вроде все хорошо, но словно на краю у меня вопрос. Утону или поплыву. Эта песня знаю только для меня. Ты полетишь выше звезд. Верю я. Да, все хорошо.